ребят всем здорово недавно на канале у меня видео вышло ну топ-2 виброхвоста я просто выбрал два самых стабильных виброхвоста для ловли судака смотрите кстати кто не смотрел на канале вот и спрашивали ребята у тебя же вроде в топе еще были твистера да конечно были но видео то было чисто ну по виброхвостом то есть я выбралась всего ну всех виброхвостов которым я пользовался два самых стабильных вот и мне в голову пришла такая мысль почему не снять ну подобное видео по твистерам то есть выбрать ну три будет только не 23 самых на таких стабильных твистера из твистеров которые я пробовал вот один из них кстати мелькал уже в прошлом видео ладно погнали смотрите не переключайтесь ну ребят начнем наверное с первого места которую я отдам то есть это будет понтоновский джилд вот сейчас объясню почему долго думал гадал кому отдать первое место и все-таки это будет арбуз цвет арбуз 403 джилд у этого ну когда вообще применяют вестерат вестера я применяю когда перестают работать виброхвосты то есть ловишь на виброхвосты допустим ставишь а поклевок не видишь идти очень часто за счет активной игры хвоста очень активной игры хвоста и мощный вот здесь вот мощный хвост у джилд а он создает очень такие как правильно сказать высокочастотные колебания вот но широкую игру такую создает очень активную и даже пассивный судак он на них реагирует вот 403 цвет это ну один из моих самых любимых но опять такой цвет очень тяжело найти его сразу вышибают на просторах интернета ни один я на них ловлю вот так что если найдете сразу берите второе место ну вот в прошлом видео уже мелькал у меня такой вот рейнсовский твистер но вот это вот но он единственный мелькал в 14 цвете 014 цвете мне кстати там подписчик написал что ну я говорю я такой цвет найти нигде не могу его вышивали везде но он тоже написал вот горит сайт там есть 14 цвет я говорю ну на сайте это одно не факт что будет и действительно он позвонил сам ему сказали нету где не будет то есть 014 14 это просто перламутр вот я поэтому соли там заказывал себе вот таких вот драгон хок что ли ну типа что-то наподобие но это не она перламутр он такой же до цвет перламутр вот так он выглядит кстати сейчас на рыбалке нахожусь вот пару поклевок было на него но пока рекомендовать не буду вот поклевки есть но его ru а ворона допустим его уделывает в разы на ворону меня сегодня больше поклевок сейчас на рыбалке как раз вот ну кому интересно ссылку оставлю может кого-то заинтересует вот и получается на сайте вот подписчик оставил но в итоге сказали нету и не будет вот но в таких цветах это кстати пинг лох у них цвет есть просто лох у меня тоже есть такой цвет он без блесток вот с блестками идет а есть без блесток вот он как там 583 что ли у них цвет но могу ошибаться там вставлю вот принципе то и перламутр офигенно рабочий них и вот это вот рабочая тема у них но именно по ночи вот почему-то у меня по ночному судаку стрелял перламутр прям и хвосты откусывал и ну я прям плотно него ловил очень очень так скажем неплохо поэтому наверное это кстати джетейл групп приманка называется четверка четыре дюйма нададим ему заслуженное второе место рейнс джетейл групп вот эти приманки в различных цветах что можно найти но перламутр вы не найдете но тот же лох цвет можете найти по моему еще тут у меня цвет был который в ультрафиолете светился как он 003 по моему цвет тоже разловлены у меня вот такой вот цвет еще можно найти кстати светится в ультрафиолете вот и наверное отдадим ну заслуженное третье место вот такой приманки вот это у нас получается свамуровский твистер размером три с половиной дюйма в анапкер или он называется вот этот твистер он у меня уже в том году я когда делал обзор ну не чисто по твистерам а просто по резине для ночного судака он у меня мелькал уже вот я сказал что он отлично ловит ну так и есть единственный почему только третье место ценник на него просто бешеный то есть вот этот вот пачка там то ли 5 то ли 6 штук вот это вот вот эта резина она стоит порядка 500 550 рублей то есть ну за 5 резинок 500 рублей отдавать не каждый сможет себе позволить как бы ну и кого-то жабы будет душить меня вот тоже уже сейчас жабы душит вот такие вот вещи брать потому что я знаю я куплю допустим понтун тот же вот жилт примеру и он будет ловить ну вообще не хуже вот арбуз по ночи тоже классно ловит кстати но тут зависит уже от того что вы найдете потому что ну вот эти то приманки принципе проблем нет вы их найдете ну ценник томатский а вот жилт уже как бы найти я думаю очень проблематично и тяжело потому что когда искал я найти не смог ну все ребят с твистерами наверно закончим и чтобы видео ну скомканным коротким не было говорим еще об офсетных крючках наверное каким должен быть офсетный крючок ну на мой взгляд он должен быть во первых жестким то есть когда крючок он ну пружинит так скажем то есть не жесткий судака он не просекает то есть крючок должен быть максимально жестким чтобы на подсечке он не пружину вот понятное дело не должна садиться за . быстро хотя бы несколько хвостов она должна держать но тут такое конечно бывает и после одного хвоста нормальный судак если попадается даже если качественный крючок бывает такое бывает что у него пасть костистая жалом немножко ну под подправлять приходится вот за этим надо следить ну конечно они не должны ржаветь то есть должно быть какое-то наверное правильное покрытие и самое главное я люблю крючки ну с правильным подделом ну это о чем я говорю сейчас вот принципе покажу а ворона то есть сама по себе достаточно объемная приманка ну не тонкая вот если посмотреть видите у нее тут ну такой у крючка значительный подзев большой вот здесь вот практически палец лезет не практически а лезет вот это при поклевке получается будет достаточно значительное место резина слетит вниз и крючок вылезет наружу вот при поклевке вот это расстояние позволит просечь принципе любого судака вот я не люблю крючки которые у которой стелется по приманке вот сейчас покажу наверное правильную крючки которыми на которых остановился которым пользуюсь не это не реклама будет вот сами мимо сам ими уже не один год пользуюсь но их опять тяжело найти все что как ни странно но многие вещи которые я показываю тяжело найти ну потому что они годные и быстро вышибают вот такие вот крючки ханзо ну кто пользовался отпишите в комментарии чтобы люди видели вот ханзо говорю еще раз это не реклама я сам ими пользуюсь уже года внутри наверно последних вот очень-очень им доволен этими крючками именно хэви серия у меня есть ханзо вот такой вот серия это обычная не хэви серия вот вот эти крючки мне не понравились скажу сразу они ну такие они жидкие так скажем то есть ими просечь судака будет очень проблематично они тонкие да он тонкий крючок легче просекает но он сам по себе крючок он вот он он играет вот он играть не должен крючок вот то есть он ну такой жидкий жидковатый я думаю крючки немножко не то вот если бы они были 40 или 50 да там проволока была бы у них толще этого бы хватало а вот на 20 там 30 все-таки рисковать не стоит надо пользоваться правильными крючками косок покажу 30 ханзо хэви который на хэви вот он видите какой у него поддев широкий вот и он ну его вообще не согнуть то есть он такой очень жесткий крючок вот ну очень острый отличные крючки всем рекомендую на правах рекламы на 5 вы их навряд ли найдете есть у меня также вот 10 этот размер там 4030 уже показывал 20 вот хэви серии я пользуюсь до 40 это вот курчками 40 уже очень тяжело просечь крупного судака ну судака 2 плюс допустим уже тяжело просечь то есть чем больше размер крючка здесь ну в принципе во всех крючках так тем толще проволока а чем толще проволока тем тяжелее ты проволока ну входит в пасть рыбы вот и я уже рекомендую от размера 40 использовать вот эту серию крючков 40 и выше 50 там 60 вот эту серию а все что меньше 40 ну 102030 отлично секет вот эта серия ханзо вот в принципе я так и пользуюсь когда эти крючки есть их очень удобно брать начале сезона но это не все у меня дома еще хороший запас есть и люха себя в запас там по моим пачек 10 шуль набрал ему тоже их советовал то есть начале сезона когда их еще не выбили вот после зимы допустим заходишь там на рыбалка shop там он ли спин куда угодно там спиннинг line вот f магазин и там они делают закупки ну к сезону и тогда все все ну позиции многие там есть вот и тогда следует на сезон сразу набирать все что вам нужно вот потому что потом процессе сезона ну что-то там по мелочи докупать то какую-то может резину попробовать еще чуть а так вот чтобы вы были обеспечены потому что вот сейчас вот зайди очень тяжело эти крючки найти то есть их везде вышибли тоже крючки правильные вот такие вот дела кстати покажу я не показал тут заказал уже недавно уже видео они мелькали из фишинговские крючки ссылку в описании оставлю вот сами крючки в принципе неплохие у них большое ухо то есть чабуратор не будет там застревать проволока чабурашки вот они очень жесткие они острые единственный минус у них я их не рекомендовал бы под широкотелые приманки то есть под твистера в принципе вот под твистер рейнсовский я кстати одел вот сейчас вот они в принципе неплохо заходят вот здесь вот расстояние она порядка практически палец лезет сюда порядка 10 миллиметров этого достаточно вот под твистера я и буду такие крючка заказывать крючки потому что опять ценник на них хорошие качества мне понравились крючки качество неплохое то есть либо под какие-то не только под твистера под какие-то узкие виброхвосты тоже подойдут они все-таки под более широкотелые приманки ну я бы использовал крючки ханзо с подделом чтобы вас более широким но здесь ценник что-то вот за 14 крючков тут по 7 по моим по 7 штук в пачке насколько я насколько я до 7 штук вот там что-то ценник был 100 чем-то рублей ну короче за 14 штук 100 чем-то рублей очень хороший ценник и крючки достаточно повторюсь еще качественные сами по себе не пружинит жесткие острые я думаю сечь будут рыбу отлично но на твистерах буду их использовать хотя бы там немножко сэкономлю на крючках такие вот дела ладно ребят кому видео было полезно ставим палец вверх всем удачи пока а Продолжение следует...